Ребята, всем доброе утро! У меня чуть-чуть с меня голосе. Я сейчас готовлю завтрак. Вика на завтрак хочет омлет. Заварила чай. В общем, сейчас будем завтракать. Вике сегодня с утра. Плановый осмотр со всем классом. К стоматологу. У нас с Миланой тоже планов. Тоже идем с ней в поликлинику за справкой. Так, омлет уже готов. Сейчас буду, наверное, переворачивать. Тоже перевернула омлетик. Вика любит вот такой омлет. Последнее время полюбила. Именно вот такой вот зажаренный, как бы иллинчиком. И потом со сметаной. Сверху сметану омлет поливает и кушает. Очень вкусно. Раньше с Миланой кушали такую, называю, квашню. То есть просто так линчко выливали, перемешивали лопаткой. И так вот кушали. И теперь Лиде понравился больше вот такой омлетик. А я всегда любила вот такой омлетик. Максик тоже завтракает, да, Максим? С Миланкой в поликлинике. Ждем врача. Справочку взять. На Миланке телефон сел. Да, Милаш? Я здесь. Она хотела поиграться. Да, но мне позже. Давай сумачку мне я уберу себе, Милаш? Давай? Нет. Мы наконец-таки дома. Очень много времени провели в поликлинике. То к одному специалисту хотели попасть, то к другому. В общем. И я сейчас буду пить кофе. Кофе мой любимый. Отсюда мне опять такую пюшку кружку сделала. Да, это нам. А, ты тоже? И посмотрите, какую мы сделали шаурму. Это шаурма, шаверма. Я всегда забываю. Она всегда поправляет. В Питере говорят шаверма. Вообще везде шаурма. Я люблю назвать это шаурмой. Да. Ну, в общем, пишите, как правильно. Я всегда путаю. Я знаю, писали нам в комментарии. Я не разбираюсь. На меня это вообще путерброд. В общем, тут с курочкой, куриная грудка, помидоры свежие, огурцы свежие, какой-то соус с чесноком, наверное, да? И тоже с огурцом, да, что-то такое делала там? Это секретный ингредиент. А, его нельзя рассказывать? Кошмар. Ну и, соответственно, лаваш. В общем, такая вкуснятина. Лика уже съела и убежала. Вот такой ровно большой кусок. Да, я не ожидала. Да, съела вот такой вот с удовольствием. Бутерброд шаурму. И ускакала. В общем, они с милашкой сейчас смотрят Барби, отдыхают. Ладно, ребята, мы будем кушать. Я буду, кстати, хочу вот с сыром, хлебушек и кофе. Всем приятного аппетита, ребята, кто кушает вместе с нами. Максик так хорошо отдыхает, спит, лапки такие висят у Максика с подоконничка, да, Максимечка? Классно тебе? А, котярка-то у нас. Ну, у Максика характер. Утром у нас всегда будет. Ходит, мяучит, мяу-мяу. Потом, когда нас разбудит, ложится спать дальше. Наглый кот называется. Я сижу, чай пью, Лика не хочет чай. Кушает орешки. Чернослив. Вот. Я буду сейчас в Миланке варить кашу. Будем уже у Миланку скоро спать укладывать, потому что у нас сегодня целый день. Спит? Да, уж, спит, конечно. Мы поздно с ней домой попали. Она без сна, обедена, хотя она редко спит, но у нас сегодня очень рано проснулась. У нас сегодня вообще весь день такой был. И она еще не хотела вставать? Да, ну, потому что рано ее разбудила сегодня. В общем, весь день такой суматошный у нас немного. У меня еще что-то голос садится. Расскажи, что тебя сегодня выписали из школы. Лика пошла, в общем, сегодня в школу со своим конъюнктивитом. Температуры не было. Но потом что-то у нее такая слабость, в общем, так себя не очень чувствовала. Пошла к медсестре. Она посмотрела на мои глаза, иди домой. В общем, сказали. Выгнали из школы. Выгнали из школы, сказали, что с конъюнктивитом вирусным нельзя ходить в школу. Правильно сказала. Я еще Лике семья говорила, Лика, останься дома. Она говорит, я себя нормально чувствую, только глаза, вот, ну, вот, как бы, красные, выдают. Вот. Ну, захотела пойти в школу. Но мне все равно нужно. Все равно выгнали, но справку написали, то есть, как бы... Ну, да. Я сказала, неделю не ходить. Ну, вот эту. Ну, ты, я думаю, за неделю вылечишься. Но он такой странный, конъюнктивит. То вроде нету, ну, как бы, таких вот признаков конъюнктивита, все хорошо. То вдруг потом опять появляется. Какое-то вообще непонятное. Хотя вот не то, что недолеченое. Постоянно все брызгаем, моем, капаем, в общем. Ниланка бросила свою варюшу. А мы сейчас, Лика, знаете, что смотрели? Ликуль, расскажи. Мы смотрели. Мы смотрели, я расскажу. Что мы смотрели? Шпица. Кого? Шпица. Кого? Шпица! Да, Лике что-то так понравился щеночек, шпиц. А я говорю, так у нас есть шпиц? Вот он. Голубой. Вот он. Посмотрите, завалил этот. Шпиц в два раза меньше, чем вот это вот, свой корс создания. Я говорю, вот шпиц, чем тебе не шпиц? Настоящий шпиц в два раза меньше, чем вот это вот создание. Да, два килограмма они. Сколько там, два сантиметра? Лика, давай заведем шпиц. Я говорю, а Максика, вместе гад с Максиком. Интересно, как подружатся. Кстати, пишите, может, правда, у кого есть вот и кошки, и собаки, как они дружат? И дружат ли вообще? По географии кошка и собака. А как они, правда, дружат? Неужели? Вот кошка с собакой, мне кажется, даже говорят, как кошка с собакой. То есть совершенно не дружат, не ладят. Я не представляю, как. Ну хотя вот, да, я как-то слышала, что кто-то заводит. Ну, у кого-то есть, то есть и кошка и собак. Мне интересно. В общем, пишите, ребята, у кого... Такой эксперимент есть. И кошка, и собачка, как они ладят между собой. Я знаю, что бывает там подвес, две кошечки там или две собачки. Вроде как бы даже им и весело. Я хочу вот именно шпиц, есть разные шпицы, есть лысые шпицы, но такие они. Они не лысые, но они такие менее пушистые. Есть прям как плюшевые эти комочки. А еще, когда их подстерегаешь, они вообще как мишки такие. Классные такие, да. Такие рыженькие лисички. Да. А еще мне нравится чухахуа. Они маленькие, хорошенькие, карманные вообще, малюсенькие собачки. Ну, каждому свое. Ну, выгуливать я их не люблю. Какая тебе тогда собака даешь-то? Чухахуа, выгуливать не надо. Ну, хотя некоторые гуляют. Тут уж как приучишь, да. Я сразу приучу дома. Ага, разменяйте. Это вот так Максика нашего. Заводим, заводим, мы будем за ним ухаживать. Максик, ты помнишь, как они тебя хотели завести, а? Я даже играла с ним годик, успела с ним. И что? Годик, меньше годика, а теперь кот на мне. Покорми, поиграй, скупай. Что же делаешь? Когти подстриги. Угу, так же и собака. Тяжелая жизнь. Ага. Макс что-то ходит, возмущается. Максим. И как всегда попа повернулся. Ну, что за кот, а? Что ты за кот? Ты постоянно поворачивайся попой своей. Попой, попой. Макс. Расскажи нам, как твои дела? Что ты сегодня делал? Всем будет очень интересно. Скажи, я ел, я спал, да, Максим? Классно тебе? Классно тебе? Миланка без настроения, устала с меня весь день. Сейчас чуть-чуть поспала часик. Но уже достаточно поздно. Спать дальше, в общем, мы ее разбудили. Она такая теперь без настроения. Но если бы мы ей дали спать дальше, то потом бы ночью мы бы точно не спали. Поэтому мы ее подняли. Сейчас вот Миланка раскрашивает, там играется. А я сейчас себе, наверное, сделаю масочку. Вот стою, думаю, какую маску сделать. Лика мне вот подарила. Такие масочки я уже показывала. Одна с гиалуроновой кислотой. Увлажняет и питает. А другая с экстрактом улиточной слизи. Вот я стою, думаю. Наверное, я сделаю с гиалуроновой кислотой. Вот эту масочку. Она тканевая. Вот, что-то мне захотелось сделать маску. Потому что у меня от конъюнктивита глаза такие уставшие. И под глазами что-то прям совсем я. Думаю, хотя бы чуть-чуть увлажнить надо кожицу свою. В общем, сейчас я доубираюсь на кухне. И сделаю маску. Уже Милану покормлю. И думаю, где-то, наверное, уже часа через полтора Милану пойдет спать. Ну, так, часов 9, в начале 10-го. Интересная информация, у кого есть окей. Так как окей это сетевой магазин. Думаю, акции должны везде действовать. В разных городах одинаково. Окей сейчас сегодня и завтра. То есть 12-13 числа. Акция на все сыры и на все орехи и сухофрукты 40% скидки. Вот, поэтому, ну, кто любит сыры, орешки, сухофрукты, то бегом в окей. Мне просто всегда приходит СМС о всех скидках, об акциях. Я не пропускаю никакую акцию. То есть, знаю. Ну, как не пропускаю. Если мне это интересно, то иду покупать. Если мне интересно, то игнорирую эти скидки. Мы с ней тоже набрали сыр. Я взяла ламбер, взяла сулугуни. Сейчас покажу, какой я взяла сыр. Нам он очень нравится. И взяла вот орешки, миндаль и чернослив по акциям. Взяли вот такой вот сулугуни сыр. Очень хороший. Он хорошо плавится. Лика любит такие бутерброды горячие. И вот такой вот творожный сыр хохлом зеленью. И ламбер сыр. Ну, целый ламбер. Кругляшок, в общем, такой. Шар взяли. А, кстати, у нас многие в комментариях не то, что спрашивают, уверяют, что по акциям эта просрочка продается. Акции делают для того, чтобы слить всю просрочку. Мы, когда жили в Пятигорске, я тоже так думала, что по акции значит, это однозначно какая-то просрочка. У нас, по крайней мере, в Санкт-Петербурге, нет, не так. У нас в основном акции для того, чтобы привлечь покупателей. Приходят за товаром по акции. И, соответственно, накупают еще, помимо акционных товаров, еще кучу всего. Ну, по крайней мере, я точно так. И другие, как бы, уверенно, так же. Такие же покупатели, как и я. У нас все абсолютно свежее. Ну, даже я вот первый попавшийся возьму, покажу. Вот, допустим, вот этот сыр. Охланд изготовлен 21 февраля и годен до 21.06 этого года. То есть еще до лета срок годности спокойный, то есть свежий сыр. Я такой противный достаточно покупатель. Я всегда срок годности смотрю, все обнюхиваю, все рассматриваю. Поэтому просрочку никогда не возьму. Даже если уже там день-два остается, я никогда не покупаю. Также акции не только на продукты, но и там на вещи, на хостовары, на химию. Ну, на все, абсолютно на все идут такие вот хорошие акции. Ладно, я буду дальше убирать. Это я просто убрала, убирала орешки и вспомнила, что вот такая вот акция. Позвонила сейчас сестре тоже своей, или не сказала, что акция на сыр. И он завтра хочет пойти тоже купить. Тоже купит, наверное, сыр. Ладно, я убираюсь дальше. Так, я пошла монтировать видео. А Вика будет отдыхать уже, правильно? Я буду спать. Все процедуры с Викой сделали. Посмотри, Максик лежит такой, лапы висят у него. Катя, Ари, хорошо. Ладно, ребята, все. Всем огромное спасибо, кто был сегодня с нами. Заходите завтра на наш канал. Всем спокойной ночи и всем пока-пока. До свидания. Пока.